Я с удовольствием представлю слово организаторам этого мероприятия, во второго международного форума «Ямал и нефтегаз» Оксане Федосееве. Оксана, здравствуйте. Добрый день. Вы второй раз организуете это большое мероприятие. Его уровень насколько отличается от прошлого года? И уменьшается ли интерес к этому мероприятию, особенно со стороны международных участников? Спасибо большое. Вы знаете, да, действительно, мы делаем мероприятие второй раз, и нам очень приятно отметить то, что уровень мероприятий и интерес только растет. В принципе, если вы ознакомились с составом участников, я думаю, что вы заметили, во-первых, качественный состав. Это три губернатора, замгубернаторы по Уральскому федеральному округу. Присутствуют практически генеральные директора каждой нефтегазовой компании, работающей в регионе. Представлен каждый мегапроект, который развивается в регионе. Что касается международного участия, интерес по-прежнему сохраняется. Нам, во-первых, очень приятно отмечать то, что много участников прошлого года вернулось, включая тех же иностранных участников, но к ним добавляются также новые участники. В этом году у нас хорошая делегация с уникальным опытом норвежских компаний, которые особо являются, прошу прощения, которые сейчас особо актуальны, скажем так, для России в связи с панами, да, добычи на офшоре. Поэтому, в принципе, мы довольны очень и качественным, и количественным составом участников мероприятий. Как вы видели, ни одного свободного места в зале. И, в общем-то, так сказать, планка перевыполнена по нашим планам. Отвечает ли ваша компания за продвижение, например, информационно, тех результатов, которые этот форум должен обеспечить, и чтобы контакты тех, кто должен встретиться в нужный час и в нужное время, все-таки состоялись в следующем году? Вы знаете, мне, так сказать, особо приятно повторить то, что говорят наши участники. И вот вчера этот вопрос, он действительно много поднимался, потому что есть планы по проведению определенных конференций, например, в Ханты-Мансийске или в Тюменьской области, где существуют подобные конференции, но их часто проблематика состоит в том, что они являются либо просто научными конференциями, либо слишком политическими. Наша сила, скажем так, и успех нашей конференции в том, что эта конференция бизнес-ориентированная. То есть мы постарались объединить всех, и науку, безусловно, и технологии, и оборудование, и политику, и власть, и диалог с властью необходим. И самое главное, представителей и управляющих нефтегазовых компаний. То есть форум позволяет замкнуть, скажем так, весь цикл участников, заинтересантов в развитии компаний, в развитии региона, ведь все очень связано, да, и точно так же есть сильная транспортная сессия, где не присутствуют представители, то есть помимо представителей нефтегазовых компаний, да, присутствуют компании, которые разрабатывают транспортные решения, потому что все очень связаны. И мы считаем, что и вертолеты, и железные дороги, и проектные институты, которые сейчас прорабатывают возможные варианты развития того же порта Сабета, да, и какую роль он будет играть, станет ли он нефтегазовым портом, или он будет многофункциональным портом. Все эти вопросы обсуждаются, но сила состоит в том, что они обсуждаются вместе. Бизнес, власть, инвесторы, проектные институты, поставщики технологий и оборудования, чтобы это замкнуть в единый цикл для того, чтобы был действительный результат и выход. И мы знаем, что по итогам прошлого года нашего мероприятия много встреч получили развития в виде конкретных контрактов, в виде партнерств, которые либо уже состоялись, либо находятся на каких-то финальных стадиях. То есть форум является той действительно рабочей площадкой, которая действительно дает результаты. Какие проекты у вас готовятся на Ямаль? Развитие связи, это информационное обеспечение. Действительно, за это все можно делать. Я считаю, что Ямальский округ – это наиболее прогрессивно развивающийся округ.